Об этом сегодня губернатору доложил главный военный комиссар края. Вениамин Кондратьев проинспектировал работу регионального сборного пункта. Отсюда призывников отправляют в военные части. В народе принято говорить, что в основном косят от армии. То есть вы ощущаете, что призывники из Кубани в определенной части косят? Кардинально поменялась сейчас картина по сравнению с ее годами. Кардинально. Вот военный комиссар... Сказать, что их нет, не можем пока. Ну, давайте хотя бы отвечать, что служить в военные силы становится все почетнее и почетнее. Вот если эта тенденция сохранится, по большому счету, тогда косить просто будет некогда. Вениамин Кондратьев пообщался с теми, кто ждет своей отправки на службу. Юноши признаются, что сейчас отношение к армии у молодежи изменилось. Быть военным становится почетным. Цель одна – отдать долг Родине. Вот поверьте в то, что это необходимо сделать. Если каждый из нас на определенном этапе начнет отвиливать, как бы банально не звучало, но Родину защищать будет некому. А вы даже думаете о том, что мы живем сегодняшним днем, но я уверен, что завтра у вас ваши будут семьи, дети, внуки и последующие поколения. Вот подумайте о них реально. Мы были сильной державой и должны оставаться сильной державой. И как бы это громко не звучало, это зависит от каждого из вас, кто сидит в этом зале. Глава региона также посмотрел, в каких условиях находятся призывники, пока ждут отправки на службу. В сборном пункте они проводят не больше трех дней. Губернатору показали казармы, также продемонстрировали комплекты вещей, которые выдаются будущим военным. Среди них есть и гигиенический набор, а вот собственной столовой почему-то не оказалось. Призывников кормят в палатках, отдельно закупают приготовленные блюда. Глава региона попросил разобраться в ситуации и перенести кухню в здание, которое, к слову, есть на территории сборного пункта. Пища должна быть качественная. И вопрос в том, что ребята, которые с Кубани, которые сюда приходят, чтобы дальше убыть для несения службы, даже начиная вот с этих ворот, они уже ощущают себя в армии. И вот армия должна их встретить нормально, в комфортных человеческих условиях и обеспечить все, чтобы они выполнили свой гражданский долг. А питание – это неотъемлемая часть не только солдата, а любого мужчины. Поэтому если пищу здесь возможно готовить, ее надо здесь готовить. С начала осеннего призыва в армию ушли полтысячи кубанцев. План на эту призывную кампанию – 5,5 тысяч человек. Наш край уже несколько лет занимает первое место по призыву в России. Ежегодно служить из региона уходит около 13 тысяч человек. Гелена Овсецна, телекомпания «ФКТ».